Приветствую вас и, пожалуй, не буду соревноваться с другими экспертами в том, чтобы показывать вам бесперспективность этих отношений. Ну вот, серьезно, не хочется этого делать. Почему? Ну, потому что советовать вам, как поступать, говорить, давайте перестаньте с ним против этих отношений, завершите их, ну, это прямой совет. А на вас советы не профессионально. Так, по крайней мере, считаю я. И поэтому, вот, исходя из этой точки зрения, давайте проанализируем факты. Какие у нас есть факты? Вы оба разведены. Это значит, что имеет место быть негативный опыт личных отношений перед этим. Какой это опыт? Как он на вас влияет? Можно только гадать. Гадать не хочется, поэтому давайте скажем так, что какой-никакой опыт вы изобретаете. И спросим их отношений. Дальше. Что это значит отношения? Длятся три года, мужчине довольно без инициативы. В принципе, понятно почему, потому что новые отношения для него, это означает вновь вступить в ту сферу, которая принесла ему боль, принесла ему страдания, принесла ему негатив. Он этого не хочет и предпочитает отношения более свободные. Вы, напротив, хотите, наверное, чего-то более осознаемого, чего-то более крепкого, более близкого, более стабильного, более интимного. И тут начинается самый такой неоднозначный пласт. Мужчина вам говорит, что он с кем-то живет, при этом предлагает вам с собой жить. Не дает точных ответов на ваши вопросы. И давайте зададим себе вопрос. Если мужчина действительно с кем-то живет, он бы вам стал предлагать с собой жить? Думаю, вряд ли. Ну, просто потому, что нельзя жить сразу двумя людьми, сразу двумя шесть женщинами. Особенно, если ты говоришь ей, что ты уже с кем-то живешь. Хотел бы мужчина вас обмануть, он бы ни слова, ни слова, ни слова, ни обмолвов о том, что он с кем-то живет, если бы он хотел вас обмануть. А так, он вам специально говорит, что он с кем-то живет. Для чего? Чтобы вашу реакцию посмотреть. Чтобы вам показать, что он молит с кем-то жить. Вот таким вот способом мужчина намекает вам на то, что хотел бы жить с вами. Потому, что прямо предложить совместного проживания, ну, наверное, ему не позволяет, я не знаю, что. Гордость, страх, опасение быть слабым, опасение отказа. Что-то еще. Тут уже вы, наверное, сами скажете, что может ему мешать. Но факт тот, что никто, будучи здравым человеком, здравомыслящим, не будет так лгать, что эта ложь будет видна. То есть, вы поймите, что мужчина хочет с вами жить, хочет с вами сдвинуться, но не лишается. Что в этой ситуации ему не сделано? Подумаю. А что вы теряете, если предложите жить ему самостоятельно? Ну, вот скажите. Так, все, дорогой. Мы с тобой возвращаемся с Григория, давай по факту. Либо мы с тобой начинаем жить вместе, либо я ухожу. Мужина, если хочет жить с вами, он скажет, да, хорошо, давай, будем сидеть вместе. Если не хочет жить с вами, и все это действительно ложь, что он хочет быть ближе к вам, то, естественно, он начнет разговариваться, отмекиваться, придумывать причины, по которым он не будет с вами жить, и прочее. Но вы-то поставьте вопрос ребром, проявите инициативу, один раз. Дайте мужчине понять, чего хотите вы. И если вы ему не безразличны, мужчина за это ухватится. Мужчина вас примет это как сигнал. И этот сигнал будет обращать качественные изменения ваших отношений. Уж какое оно, это изменение будет, зависит от вас. Но это изменение будет, и оно даст вам либо негативный, либо позитивный результат. И это будет хоть какой-то результат, что будет лучше в любом случае, чем то, что есть печатный. А сейчас есть неопределенность и подвешенность. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.